Апокалипсис близко. Об этом заявляют нам каждый год различные пророки. Чего уж говорить, ведь данную традицию начала Библия, всучив несознательному человеку описания последних времен. Впрочем, сделав их настолько туманными, что при желании их можно принять за все, что угодно. Сегодня поговорим о знамениях конца различных пророков и предсказателей. И начнем с самого начала. Шумеров. А как вы хотели, ведь в дохристианской традиции этот народ был одним из важнейших. Иудеи, кстати, жили рядышком и без особых затей принесли некоторые шумерские мифы в Библию. Какие? Легенда о Великом потопе изначально принадлежит шумерской цивилизации. По их представлению, мир состоит из семи этажей, земля посередине. И вот, когда десятиликий бог Энки нервничает, он просит Зисудру, своего слугу, покарать человечество. Карают обычно потопом, но Энки мудр и справедлив. Он научил одно семейство, как построить большую лодку, чтобы пережить потоп. Иудеи оставили этот миф в Ветхом Завете, но вот про конец света написали свою версию, улучшенную. Добавили больше драйва, снабдив страшными признаменованиями. Сделали это, кстати, спустя 200 лет с момента смерти Христа. Готовились основательно. Так вот, великое землетрясение, когда пала десятая часть города. 6 февраля 2023 года, жуткое землетрясение в Турции и Сирии, магнитудой 7,8. Крайнее озлобление язычников. Вероятно, людей любой, кроме христианской веры. Громы, молнии, землетрясение и Великий град. 5 августа 2023 года выпало 30 см града в Германии. Признаки излияния чаш гнева на поклоняющихся образу зверя. Инфляция в Европе и США. Страх охватит всех поклоняющихся образу зверя. Боится ли сейчас правительство США? Очень интересно, правда? Завоевание зверем и его союзниками Сирии, Египта и Израиля. Вероятно, только начинается. Если следовать представленным знаком, все случится совсем скоро. Но вот беда, ведь были и другие предсказатели, которые давали Земле еще немножечко пожить. Так Ванга определила срок жизни человечества до 3797 года. Вся великая цивилизация человечества, обретшая бессмертие и научившаяся напрямую общаться с Творцом, покинет пределы Вселенной, решит пройти через ее границу. Что дальше никто не знает. Вот и славно, только смущают некоторые неточности. Она же, кстати, предрекла начало Третьей мировой войны на 2010 год, а на 2011 применение какого-то химического оружия, после которого в северном полушарии не останется ни животных, ни растений. И это печально, потому как с 3797 годом она тоже могла ошибиться. Кстати, вы знали, что несколько тысячелетий назад уровень мирового океана был на пару сотен метров ниже. С тех пор некоторые крупные ледники растаяли, изменив береговую линию. Вода скрыла под собой целые города. Потому новый мировой потоп, который обещал Эдгард Кейси, вполне логичное явление. Провидец говорит, что целые страны будут затоплены, так же, как и низменности на территории России. Под воду уйдут Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Астрахань, Архангельск, Магадан, Владивосток, низины и долины Северного Кавказа. И не то, чтобы после очередного потопа настанет конец, люди выживут. Но будет весьма неприятно, ведь придется отстраивать цивилизацию, ориентируясь на новые климатические условия. Нострадамус и Падро Пио в своих пророческих видениях наблюдали огонь с небес. И невероятные разрушения, которые будут происходить несколько дней. Прямая отсылка к ядерному конфликту. Но вот со временем договориться не вышло. Нострадамус был за 2250 год, а Падро Пио за 2060. Неужели катастрофа будет дважды? А вот о чем вы точно не знали, так это о невероятной тетради пророчества Пушкина. Есть легенда, согласно которой Пушкин передал собственноручно составленную тетрадь пророчеств о будущем России, атаману Донского войска Дмитрию Кутейникову. В чем роду до последнего момента и хранилась та самая тетрадь поэта. Пушкина не посещали видения. Поговаривают, он смог рассчитать ритмы социальных циклов и с помощью методов классической математики составить философские таблицы, которые-то и предсказывают циклы будущего.